Пандемия придет к концу тогда, когда она станет управляемой. А управлять пандемией можно либо вакциной, либо препаратом, который воздействует непосредственно и быстро на саму инфекцию. Ну, о таком препарате пока еще широко неизвестно, а вот вакцинация уже во все идет. Что думают об этом жители региона? Об этом поговорим сегодня, в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Не убирайте далеко телефон, потому что тема у нас сегодня животрепещущая. Мы будем говорить о вакцинации. А дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Илья Сиротко, руководитель управления организацией социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи населению Минздрава Самарской области. Добрый вечер. Добрый вечер, Несса. Добрый вечер, дорогие жители городского округа Самара. 202-11-22. Телефон для ваших вопросов. Мы сегодня говорим о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Илья Иванович, ну, во-первых, поступление вакцин в область, сколько доз уже, правильно я говорю, доз. Сколько доз уже поступило и какие перспективы? НС, всего в область поступило более 50 тысяч доз вакцины. Доза считается первый и второй компонент. То есть эта доза, одна доза равняется привитию одного человека. В настоящее время вакцинировано уже полностью двумя дозами 5122 человека и первой дозой 21500 человек. Вообще мы планируем привить на территории Самарской области и городского округа Самары и других муниципальных образований 60% населения, взрослого населения Самарской области. Поэтому мы рассчитываем, конечно, в идеале больше миллиона жителей должны у нас привиться, чтобы создать коллективный иммунитет на территории региона, ну, надеемся, что потихоньку эта вакцина будет поступать на нашу территорию. Мы нашими медицинскими организациями, коллегами будем осуществлять привития жителей Самарской области. Ну, в общем-то, мы еще в начале этого пути, насколько я понимаю. Да, мы всего из 51 тысячи, последняя партия пришла буквально вчера, 28 тысяч 900 доз. Мы привили, сейчас на данный момент, наверное, около 30 тысяч. Практически, я думаю, к субботе мы привьем еще 20 тысяч, и мы все пять партий, которые поступали, мы в течение недели 5-6, ну, максимум 7 дней прививаем всех желающих, которые хотят привиться от новой коронавирусной инфекции. То есть вакцина не залеживается у нас, желающие есть? Нет, наоборот, тема актуальна, и есть возможность, коллеги просили меня напомнить о том, что есть возможность и важность записаться на вакцинацию, созданный лист ожидания на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, где в обязательном порядке необходимо зарегистрироваться, подать, выразить свое желание. Сотрудники медицинской организации, прикрепленные по полюсу обязательного медицинского страхования, либо если человек изъявил желание где-то прививаться, свяжутся и назначат время и дату первой прививки от новой коронавирусной инфекции. Я думаю, вот к этому вопросу мы еще раз вернемся ближе к концу, напомним. А сейчас я бы хотела все-таки попросить вас рассказать, каким образом обучается наш иммунитет, как работает прививка, вот что происходит после того, как препарат попадает в организм? Ну, вообще, хочу сказать о том, что с коронавирусной инфекцией мы встречались всегда. Каждый год коллеги наши с Федерального государственного бюджетного учреждения Здравоохранения и Центра региона эпидемиологии высевают порядка 10-12% коронавирусной инфекции в структуре всех респираторных вирусных заболеваний. Я хочу напомнить, что к острым респираторно-вирусным инфекционным заболеваниям относятся и грипп, и парагрипп, и аденовирусная инфекция, и респираторно-синфициальная инфекция, и коронавирусная инфекция. Ну, вот в области один каждый десятый у нас переболевал, ну, контактировал с коронавирусной инфекцией. Вот единственное, что в 2019 году случилось в Китае, она и названа новой коронавирусной инфекцией. Вообще, их несколько типов коронавирусов. Часть из них прикрепляется и размножается в верхних дыхательных путях, 4 штамма, и 3 штамма, в том числе вот этот штамм новой коронавирусной инфекции, обитает и размножается в нижних отделах дыхательных путей, в альвеолых, слизистой оболочке, поэтому частым осложнением этой инфекции являются пневмония и другие осложнения. Вообще, наш организм встречается с инфекцией, и первый, кто с ним встречается, от нашей Т-клетки, Т-лимфоциты. Их основная задача – встретить вирус, убить его и передать информацию следующим клеткам, которые будут вырабатывать им антитела. Это Б-лимфоциты. Вооружат, да. И в дальнейшем Б-лимфоциты начинают продуцировать иммуноглобулины М, иммуноглобулины Г, которые становятся щитом при дальнейшем соприкосновении этой вирусной инфекции через какое-то определенное время. Поэтому Т- и Б-лимфоциты являются теми защитниками, которые и помогают нам бороться с вирусной инфекцией. Кроме этого, в воспалительном процессе участвуют цитокины. Это специальные вещества, которые помогают в выработке антител и тоже борются с вирусной инфекцией. Их компонентов много. Это интерлекины и фактор некроза опухоли и так далее. Это вещества, поэтому иммунитет делится на клеточные и гуморальные. Клеточные это Т-лимфоциты, Б-лимфоциты гуморальные и цитокины. Они помогают нам бороться с любой респираторной вирусной инфекцией. Поэтому, если кто-то из нас контактировал когда-то с коронавирусной инфекцией, у него обязательно есть ответ в виде Т-лимфоцитов, который запоминается очень на долгое время. А вакцина? Вот она попала в организм. Да. Что касается вакцины НС. В настоящее время в Российской Федерации регистрировано две вакцины. Вакцина первая Гам-Ковид-Вак или спутник В, или спутник В и Эпи-Вак-Корона. Особенность немножко, два слава расскажу про каждую вакцину. Гам-Ковид-Вак. Это вакцина, которая создана на базе аденовируса, то есть немножко другого вируса, но убитого вируса, то есть это неживая вакцина. И в состав этого аденовируса включен белок коронавируса, S-типа коронавируса. Вакцина состоит из двух компонентов. Первый компонент – это 26-й сиротип аденовируса, а второй компонент – это пятый сиротип аденовируса. И в каждой из этих компонентов включен кусочек этого белка новой коронавирусной инфекции. Эпи-Вак-Корона, она включает в себя три типа антигенов. Один, два и три, которые созданы синтетическим путем и также вводятся, как и Гам-Ковид-Вак, два раза. С интервалом Гам-Ковид-Вак 21 день, а Эпи-Вак-Корона от 14 до 21 дня. Поэтому, когда данная вакцина попадает в организм прививаемого человека, через 14 и дальше большее количество дней развиваются антитела, которые позволяют потом в дальнейшем при встрече с новой коронавирусной инфекцией произвести вот такую ответную реакцию взаимодействия антигена-антитела и подавить этот вирус в организме и не дать, самое главное, передать его коллегам по работе, дому, пациентам и так далее. Я вот не планировала сегодня про Эпи-Вак-Корону вас спрашивать, поскольку, чего же говорить о том, чего нет. Чего нет, да. Да, но раз уж вы сказали, все равно же все, ну, многие мучаются выбором, а вот все-таки не подождать ли, а может быть вот так вот та вакцина лучше или лучше вот эта вакцина? Инесс, некорректно мне сравнивать, потому что я, во-первых, это некрасиво, во-вторых, нужны четкие данные, различий их нет, вот, поэтому нехорошо сравнивать, да и сравнить нечего, потому что Эпи-Вак-Корону пока в Самарской области нет и у нас нет, так сказать, информации, что она к нам поступит. К нам поступает гам-ковид-вак, хорошая вакцина, двухкомпонентная. Единственная, конечно, особенность ее привития в том, что она требует определенного хранения транспортировки от минус 18 и выше, поэтому, во-первых, в парах мы адаптировались к ней, ну, уже практически все медицинские организации, а их больше 51, поработали с этой вакциной, и мы, в принципе, готовы, не в принципе, а мы готовы к массовому поступлению вакцины, самое главное, чтобы она приехала в наш регион. Ну, давайте посмотрим сюжет, готовый. Давайте. От охвата вакцинации напрямую зависит формирование коллективного иммунитета. Он должен выработаться после того, как в регионе привьется более 60% населения. Главный врач 13-й Самарской поликлиники Анна Кравец еще студенткой помогала медикам бороться со вспышкой дифтерии, которая была в Самарской области в 90-е годы. Спасла тогда всеобщая вакцинация, поэтому в пользе прививки врач не сомневается. В первую очередь мне не хочется болеть, мне хочется защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции. И кроме того, своей вакцинацией я вкладываю небольшую копеечку в те 60%, которые нужно и необходимо иммунизировать для того, чтобы прекратить и остановить эпидемию. Новую партию вакцины распределили по прививочным пунктам региона. Процедура не занимает много времени. Сначала необходимо заполнить анкету и пройти медосмотр врача. Если нет противопоказаний, пациенту вводят вакцину. Пенсионерка Раиса Рыжова чувствует себя хорошо, укол даже не почувствовала. Вакцинировалась сама и рекомендует близким. Прививка добровольная и бесплатная. Желающих много. Заявки дистанционно в области подали уже более 9 тысяч человек. Из них более 8,5 тысяч привились. На заседании областного оперштаба губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что при распределении данной и последующих партий вакцины необходимо обязательно учитывать тех, кто сам проявляет инициативу и думает о своем здоровье и здоровье окружающих. В Самарском регионе для жителей организована дистанционная запись на вакцинацию на портале госуслуг. Если в выбранном пункте вакцины пока нет, есть возможность подать заявку на вакцинацию в разделе «Лист ожидания». Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы говорим о вакцинации против COVID-19. На вопросы отвечает Илья Сиротко, руководитель управления организацией социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи населению Минздрава Самарской области. Если вам что-то непонятно по поводу самой вакцины, как она действует, где сделать прививку, вы можете позвонить к нам в студию и задать свои вопросы. Мы с вами перед началом сюжета начали говорить о том, что из себя представляет вакцина. И, в общем-то, все уже знают, что она двухфазная, там два пузыречка, красная-синяя крышечка, и что сделать ее придется два раза. А все-таки вот, ну, по крайней мере, я первый раз слышу, чтобы вакцина состояла из двух фаз, и вакцинироваться нужно было прийти, потом через три недели прийти еще раз. А в чем все-таки смысл? Может быть, одного раза достаточно, и второй раз уже не приходить? Инесс, я хочу вернуться к сюжету, к Анне Кровец. Как-то так вот исторически я вспомнил, что первая поликлиника, которая в Самарской области получила вакцину в количестве 42 доз. Представляете, какая у нас ценность была с первой 42 дозы. А в этой поликлинике началась вакцинация. Мы все переживали, потому что, во-первых, минус 18, как жители. Ну, слава богу, все хорошо, это закончилось. Они первые у нас получили опыт, потом этот свой опыт передали следующим медицинским организациям. И вакцина начала свой транспорт и привитие на территории всех наших медицинских организаций, включая сельские районы, сельские центральные районы и больницы. Ну, к вашему вопросу... Илья Владимирович, давайте к моему вопросу чуть позже, и сначала зрителей послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у меня подруга, она работает тренером в спортивном комплексе, представляет фитнес. И ее руководство в спорткомплексе принуждает сделать прививку. Говорят, что если она прививку не сделает, то ей в таком случае, ну, не допустят ее в работе, не разрешают работать с людьми. Вот разве законно такое требование руководству? Да, спасибо за вопрос. Я, конечно же, о добровольности хотела спросить вас тоже. Дело в том, что перед первой прививкой любой пациент, каждый пациент оформляет добровольное согласие на прививку. Поэтому это нужно делать. И судя по профессии, этот человек имеет контакт с детьми. Я всегда на этот вопрос стараюсь ответить так. Дело в том, что мы должны заботиться не только о себе, потому что любой человек может быть носителем этого коронавируса. Мы должны заботиться о тех людях, с которыми мы работаем в коллективе, с которыми мы ухаживаем как социальные работники, с которыми мы контактируем, наши родители, наши дети. Поэтому это тот контингент, который должен прививаться в первую очередь. Дело в том, что буквально с декабря месяца прививка новой коронавирусной инфекции вошла в национальный календарь профилактических прививок. И в ней, в этом разделе, было выбрано три приоритета уровней. Судя по всему, ваша подруга является приоритетом первого уровня. Туда вошли работники медицинских организаций, работники социальной сферы ослуживания, работники транспорт, торговли. Это те люди, которые взаимодействуют с другими людьми. И, соответственно, эти люди в первую очередь должны привиться, чтобы не передать даже при бессимптоме носительства коронавируса другим людям, особенно детям. Поэтому я, конечно, рекомендую прививаться. И еще раз подчеркиваю все-таки, что это добровольное согласие любого пациента. Но мы должны взвесить все «за» и понимать, какие последствия будут, если человек не привьется и заболеет. И принять на себя ответственность. И принять на себя ответственность за заболевания близких родителей, близких своих семейных людей и с теми людьми, с которыми работаешь. Илья Иванович, опять не получу пока ответ на свой вопрос. Еще один звонок примем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, пожалуйста, вот скажите, мне 65 лет. Я не хочу прививать спутников. Мне хочется сделать вот эпивак корона, по-моему, называется. Когда она придет в Самару, именно эта вакцина. А скажите, пожалуйста, из каких соображений вот вы так выбираете? Ну, вы знаете, вот я смотрю постоянно телевизор, да, и слышала, что второй прививкой привились Скворцова там и остальные, которые были в Москве. Ой, забыла, как ее ищут. То есть вы спутника опасаетесь, да? Да, я почему-то считаю, что мне хочется. Ну, вот хочется. Ну, вот хочется вам. Да, мы поняли. 65 лет. Я не хочу рисковать. Вообще не хочу рисковать. Но я очень хочу сделать прививку. Очень. Я с первых ряда пойду. Спасибо большое. Спасибо большое. Это вопрос, да. Отвечу так. Мы не знаем, когда и придет ли вообще к нам эпиваккорона. Раз. Второе. У эпиваккороны пока возрастной предел 18-60 лет. И только у гамковидывак есть официальное разрешение Росздравнадзора Российской Федерации. Это 60+. А вот, Илья Иванович, женщина сказала, я не хочу рисковать. Вот все-таки на этот вопрос тоже ответьте, пожалуйста. Вообще, какой риск для нее вот в 65 лет сделать спутник? Риска никакого нет. Официально в инструкции, конечно, написано о том, что есть побочные эффекты в виде местных проявлений. Ну, там, покраснение. То есть болит вместо укола. Да, болезнь, укол. Но мы всегда это сталкивались. Кто сталкивался? При любой прививке. При любой прививке. Даже от гриппа. И общее проявление. Это явление гриппоподобное. Они в инструкции указаны. Но вот у нас привилось уже почти 30 тысяч. Мы серьезных осложнений, даже не то, что мы в принципе осложнений, серьезных, которые касаются общих проявлений, воздействия на организм, на какую-то из систем, мы не встречали. У нас в каждой медицинской организации приказом создана иммунологическая комиссия. Она есть в масштабах и субъекта в Минздраве и Самарской области. Мы на данный момент, слава богу, не рассмотрели ни одного случая осложнений. Это говорит о том, что вообще никаких проявлений осложнений у нас нет. Но вы же, наверное, осмелись предположить, что все-таки отслеживаете всех, кто привился вот именно этой вакциной. Конечно. У нас все пациенты вводятся в единый регистр пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И при записи через портал ЕПГУ к каждому пациенту приходит дневничок на первый, третий, седьмой день и так далее, где пациент записывает свое состояние. И в случае, если такое возникает, необходимо в обязательном порядке обратиться к своему лечим врачу, либо вернуться в прививочный кабинет, чтобы подсказали, куда дальше этому пациенту следовать. Еще раз подчеркну о том, что на гамм-ковид-вак у нас нет информации о каких-либо осложнениях, либо каких-то побочных серьезных реакциях со стороны людей. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я Ковылина Анастасия Сергеевна. У меня аллергия и бронхиальная астма. Можно мне делать прививку или нет? Возраст нам нужен. 74 года. 74 года. Да, Анастасия Сергеевна, мы поняли вопрос. Анастасия Сергеевна, спасибо, во-первых, что вы хотя бы задумались о том, что это необходимо. Я считаю, что вам можно сделать и нужно прививку. Единственное, что необходимо посоветоваться своим лечащим врачом, чтобы вы вошли в этот период прививочный без обострения своих заболеваний. Инесс, может, забегая вперед, у нас вопрос на обсуждение с вами есть такой. Хочу перечислить противопоказания для прививок как гамм-ковид-вак, так и эпивак-корона. Их шесть. Это злокачественное новообразование, болезни крови, первичный иммунодефицит, острые заболевания, либо обострение хронических заболеваний, беременность, возраст до 18 лет и тяжелые аллергические реакции. Поэтому при наличии, и мы говорим о том, что пациентам с бронхиальной астмой, с патологией сердечной системы, надо в обязательном порядке подумать о прививке, потому что особенность новой коронавирусной инфекции в том, что она поражает в случае, когда течение не является нормальным, поражает в первую очередь органы кровообращения, печень, почки и центральную систему, вызывая тромбозы. Поэтому пациентам этим надо зайти, кто имеет коморбидные такие явления, в хорошем, в нормальном состоянии, вне обострения, в прививку, и все будет нормально. Дальше слушаем наших зрителей. Алло, здравствуйте. Я вот спрашиваю, где можно записаться на прививку? Да, ну вернемся тогда к этому ответу еще раз. На прививку можно записаться, попросить, если сами можете, сложно записаться на едином портале государственных услуг, если попросить детей, внуков. То есть это самый простой способ? Простой способ, да. И второй способ – это обратиться в регистратуру своей поликлиники, где вас должны записать, вы должны указать свой адрес, место проживания и записаться в лист ожидания, там, где прикреплен полис обязательного медицинского страхования. И о поступлении вакцины человеку сообщат, пригласят на прививку. Кул-центры, не практически, а в каждом поликлинике созданы такие вот группы, которые получают звонки и обзванивают пациентов, когда поступает вакцина для привития. А теперь быстрее-быстрее ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, пока у нас нет звонка от зрителей. Так все-таки можно ли сделать один раз прививку и необходимо ли через 21 день к ней вернуться? Инесс, возвращаясь к инструкции, потому что действительно никуда от нее не денешься, обе вакцины подразумевают два привития. Всегда сравниваю такую вот аллегорию с костром. Вы когда разводите маленький костер, кладете маленькие щепочки, у вас получается маленький костер. Дальше костер разгорается, вы кладете более большие дрова, так и с иммунитет. В начале первые дозы вакцины вырабатывают антитела, и постепенная такая вот вакцинация приводит к тому, что возникает хороший иммунитет на длительный период для того, чтобы побороть эту инфекцию, не дать передать ее еще раз близким людям, сотрудникам на работе. Если человек заболел после первого укола, три недели не прошло, заразился, заболел, то что дальше будет с прививкой? Все нужно будет потом делать заново? Нет, мы всегда советуем, во-первых, всегда индивидуально к этим пациентам обратиться, обратиться к своему лечащему врачу. Говорим так, о том, что надо дождаться 14 дней после исчезновения последних симптомов острого заболевания и сделать вторую вакцину той же серии, которая пришла в данную медицинскую организацию. Алло, слушаем, здравствуйте. Здравствуйте. У меня очень высокий стой, 52. Так ничего не удалось определить, я очень много врачей прошла. Я хотела сделать прививку, но вот думаю, мне могут отказать, наверное, с таким стой. Надо, конечно, действительно, надо понять, почему такая высокая скорость оседания эритроцитов, но из заболеваний, которые являются противопоказанием, еще раз к ним вернусь, это злокачественное образование и обострение хронических заболеваний. Если этих заболеваний нет, я думаю, что лучше обсудить это все с врачом своим, который больше знает анамнез, перенесенное заболевание. Ну, на первый взгляд, противопоказаний для прививки нет. Ну, в любом случае, разбираться с доктором придется. Ну, конечно. Илья Иванович, мы голосовали у нас в соцсетях по поводу прививки, делать ли, как люди к этому относятся, что об этом думают. Давайте результаты покажите нам, пожалуйста, на экране. Вот 7% из опрошенных сделали уже прививку, ну, из тех, кто отвечал. 22% планируют. А дальше картина вот такая. Самый большой процент отвечавших, 26%, боятся побочных реакций. От прививки заболеть нельзя, мы это знаем. Но почему же тогда, вот после введения препарата, возникает у некоторых людей озноб, температура повышается? НС, мы уже говорили о том, что это возможно на любую прививку и на прививку от гриппа. Всегда говорю о том, что каждый человек индивидуальности. У каждого человека есть свой набор антител, выработанный от других прививок. Есть определенные заболевания хронические в фазе обострения, либо ремиссии, либо нестойкой ремиссии. Поэтому каждый человек, естественно, реагирует на прививку сам по-особенному. Но, еще раз говорю, это не заболевание, это не тот эффект, по которому необходимо не прививаться. Действительно, бывают такие проявления, поэтому не надо бояться к этому, применить симптоматические препараты. Ну, поднялась температура, можно, если высокая, можно применить жаропонижающие, десенсибилизирующие средства. Но это как бы общие такие вот, но лучше, еще раз говорю, в индивидуальном порядке обратиться к самому врачу и понять, почему это произошло. Такие проявления, как правило, на второй, третий день уходят. Поэтому не надо этого бояться. Ну, последний, наверное, звонок уже послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, надо ли прививаться переболевшим? Отличный вопрос, спасибо. Хороший вопрос. Снова вернусь к нормативным документам, в которых написано о том, что если человек переболел больше, чем 6 месяцев назад, его надо прививать. И хочу спросить вас. Нет, наверное, этот вопрос оставлю на десерт. Вы уже сказали, что приоритетно прививаются такие-то, такие-то категории населения. А вот этот лист ожиданий, из него будут выбираться приоритеты или там уже только все пойдет в порядке очереди? Нет, выбираться не будут. Все в порядке, так сказать, очередности. И очень важно, понимаете, мы не знаем пока, сколько нам и в какой период пройдет этой вакцины. Соответственно, мы стараемся равномерно распределить всю поступаемую дозу по прикрепленному населению к той или иной поликлинике. Потому что есть поликлиники, где 300 тысяч людей. И это третья, это, по-моему, итальянская поликлиника. А есть, например, центральные иеронные больницы, где 10 тысяч людей проживает. Поэтому, естественно, понимаем о том, что кто, где поликлиники с большим прикрепленным населением, должны получить большее количество доз. Поэтому мы стараемся в этом случае равномерно распределять вакцину. Ну и приоритет, конечно, делать тем людям, которые записались через портал, единый портал государственных услуг. Это позиция Мишусьна, председателя правительства. Вот на последнем заседании это было. Поэтому и приоритеты им. Илья Иванович, прям вот уже коротко. Хочу вернуться к тем 5% наших опрошенных, которые написали, что не будем прививаться, потому что мы не боимся коронавируса. Что можно им сказать? Это неправильно, потому что на территории Самарской области развернуто почти 7 тысяч коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это большое число коечного фонда, и на них лежат пациенты со средне-тяжелым течением. И если хоть у кого-то сосед, родственник, близкий когда-то столкнулся с этой коронавирусной инфекцией, он никогда так не скажет, потому что это действительно серьезное заболевание. Это шанс, иными словами. Я благодарю вас, Илья Иванович, за эту беседу. Ровно через неделю мы увидимся в программе «Звоните доктору», а на сегодня прощаемся и желаем, конечно же, здоровья. Да, спасибо. Всего хорошего жителям, здоровья и подумайте еще раз о прививке. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова